Вы смотрите РБК, это реальная экономика, с вами Павел Демидович. Грузовые перевозки между Россией и Польшей остановились в конце января. Автоперевозчики получили только две недели до 15 февраля на то, чтобы вернуть свой транспорт в страну. Поляки, соответственно, в Польшу, перевозчики из России в Россию. Какие потери понесет бизнес от остановки грузовых перевозок? И есть ли обходные пути? Обсудим сегодня в нашей программе. В гостях у нас Алексей Безбородов, генеральный директор агентства Инфра-Ньюс. Алексей, добрый день. Алексей, правительства обеих стран предпринимали неоднократную попытку как в конце 2015 года, так и в начале 2016. Последнее из них это начало февраля, для того, чтобы договориться и решить вот эту проблему, поскольку страдает бизнес. Но судя по тому, что две недели прошли и решения нет? Решения нет. И судя по всему, ни одна из сторон не особо хочет идти друг другу навстречу. То есть российская сторона сделала некоторые послабления, разъяснения и еще какие-то движения. Но явно недостаточно для того, чтобы польская сторона на это согласилась. То есть польская сторона требует тотальной отмены нового постановления, на которое согласились все европейские страны. Поляки на это не хотят идти. Если все время упоминается какое-то постановление, которое вступило в силу в 2015 году, хотелось бы понять, а что не устраивает польскую сторону в этом постановлении, если она устраивает всех остальных игроков этого рынка? Польская сторона находилась в привилегированном достаточном положении. Поскольку она занимает максимальную часть рынка перевозок по России из Европы, она имела еще дополнительный бизнес. Бизнес заключался в том, что оформляя некий транзит на Казахстан по Российской Федерации и дозвол на путешествие по Российской Федерации, компании разгружались не в Казахстане, а в Оренбурге, в Екатеринбурге, еще где-то. И получая уже бумажные документы якобы из Казахстана, возвращались просто обратно и все. То есть по сути массовая достаточная ситуация была, когда шел лжетранзит, а на самом деле это был импорт. И еще некоторые нарушения, которые, собственно говоря, Российская Федерация новым законом устранила. Все европейские страны, все ассоциации перевозчиков по Европе согласились с этим, потому что совершенно понятные логичные требования, абсолютно экономически никакого там ни политики, ничего нет. Поляки не согласились, потому что они теряли там свою часть рынка, свою сверхприбыль. То есть наибольший круг проблем связан как раз с этим фиктивным транзитом через территорию России в Казахстане. Либо недовозом вообще просто до места назначения, да, то есть условно говоря, когда импорт не доходит до точки назначения. Это по сути изначально было требование таможенных органов Российской Федерации, которые при автомобильной доставке не могут отслить. То есть в порту, когда, да, или там железная дорога, отслеживается легко. Автомобильная доставка всегда есть проблемы с отслеживанием. И если не на Москву идет груз, то очень сложно. Но, в общем-то, эта ситуация существовала годами, и годами, в общем-то, в той или иной мере всех устраивало. Что изменилось? Почему изменилась позиция российской стороны? Ну, в первую очередь, российская сторона со всех сторон смотрит, где добирать доходы, да. И в первую очередь, как я понимаю, инструкции сверху, да, для всех спущенных. Вначале добрать доходы по существующим законам, да, чтобы не повышать налоги. А потом уже будем думать, там, повышать, не повышать, там, макроэкономику уже будем считать. Но пока доберите все, что можно по всем сусекам. Вот такие вот происходят, соответственно, ужесточения контроля. Именно контроля за текущими ставками налогообложения, за текущими таможенными ставками. Насколько я понимаю, предыдущий подход, такой же достаточно жесткий к этой ситуации, был в конце 2010-го, в начале 2011-го года, когда была такая же остановка транзита между Россией и Польшей, которая продлилась месяц. Эхом от 2009-го года, собственно говоря, от такого же кризисного года, это пришло эхом ужесточения требований. Но потом все немножко смягчилось, все немножко успокоилось, нефть вернулась на круги своя, и все немножко расслабились. Ага, когда с деньгами хорошо, проблем нет. Когда денег становится мало, проблемы возникают практически на ровном месте. Но я помню, что когда я знакомился с дискуссией вокруг событий 2010-2011 года, там российская сторона говорила о том, что Польша не является единственным транзитным коридором в сторону Западной Европы. Есть самые различные варианты. Один из них это транзит через территорию Прибалтики, затем паромное сообщение прямо в территорию Германии. И гораздо более широкий, гораздо более прямой и понятный для российских перевозчиков путь, это путь через территорию Украины. Я так понимаю, что российские перевозчики и в этот раз решили воспользоваться этим путем, поскольку появилась информация о том, что на территории Западной Украины перекрываются пограничные посты. Я прошу показать эту картинку. В Закарпатье останавливают российские фуры. И на сайте Ассоциации международных перевозчиков появилась информация о том, что закрываются и останавливаются транзиты территории Беларуси на территории Украины российских фур. Проблема в том, что только вчера Ассоциация перевозчиков Украины разрешила транзит, передала разрешение в российскую сторону. Соответственно, сегодня никакие фуры еще появиться на западной границе Украины не могли. Кто тогда все эти, кого останавливают эти люди? Кого останавливают? Мы не видим даже по номерам, что это за машины. То есть никаких опознавательных знаков. Я не видел ни одной фотографии, чтобы там был виден российский знак. Никто еще не мог успеть к этой границе. Но, может быть, они стояли где-нибудь на территории Беларуси? Теоретически, да. Но это 2-3-4 машины, не более. То есть на самом деле у нас через Украину уже давно никто старается не ездить без лишней необходимости. И, по сути, ни один грузовладелец с дорогим грузом, а из России в Европу ничего особенного не идет, а из Европы в Россию идет дорогой груз. Скорее всего, машина просто порожнее идет. То есть она порожнее метнулась и поехала за каким-то грузом забирать в Венгрии, в Словакии, в Австрии. Нет вопросов, как бы, да, но она порожняком идет. Поэтому, по сути, транзита даже нет. Но, судя по этой картинке, мы понимаем, что транзит российских грузоперевозчиков через территорию Украины, вещь, мягко говоря, рискованная. Ну, она была и в 2014, и в 2015 году рискованная. Ну, не такой, как была в 2013, где транзит через территорию Польши закрыт. И у нас остается не так много вариантов. Их обсудим чуть-чуть позже. А сейчас немного хотелось бы понять, как продвигается переговорный процесс. И обсудим это с Андреем Голубчиком, профессором Всероссийской Академии Внешней Торговли и Применэкономразвития, который находится в нашей удаленной студии в отеле «Арарат Парк». А я, Андрей, добрый день. Добрый день, Павел. Андрей, как вы полагаете, почему России и польской стороне до сих пор не удалось добиться взаимоприемлемого компромиссного варианта? Либо стороны настолько недоговороспособны, либо ситуация просто находится в тупике, и там нет возможности для ее развития. В чем корень проблемы? Корень проблемы достаточно традиционен, к сожалению, традиционен. Поляки, исторически так сложилось, они Россию очень не любят и используют любую возможность для того, чтобы нас пнуть. Просто проанализируем события последних времен, и хотя бы даже санкции. Поляки ведь самые первые из стран бывшего Варшавского договора, из стран Евросоюза побежали вводить санкции против России. Это все одного поля ягоды. В 2011 году, коль мы относим, делаем реверс на ту ситуацию, была допущена одна ошибка. Принципиальная, на мой взгляд, полякам пошли навстречу. Они затребовали слишком большое количество разрешений, а по международным нормам стороны обмениваются абсолютно одинаковым количеством разрешений. Ты мне 100, и я тебе 100. Так вот, поляки затребовали слишком большое количество разрешений, обещая перекрыть транзит через свою страну, они это и сделали. И в результате наш Минтранс, переговорщики Минтранса пошли на это. С такого количества разрешений российским перевозчикам объективно не нужно. То есть я правильно понимаю, что российская сторона имеет гораздо больше разрешений, чем ей необходимо для ведения бизнеса? То есть не выбирает их в полной мере. А какой процент примерно для России в этом количестве разрешений кажется излишним? Без скольки можно обойтись? Минимум процентов 30-40. Это по моим прикидкам официальной статистики нет. Вернее она есть, но ее не афишируют. А теперь то, что касается текущих переговоров. В коем-то веке, слава богу, наши переговорщики заняли разумную позицию. И посчитали, что вполне достаточно представить польской стороне значительно меньшее количество реальных разрешений. Ну, примерно столько же, сколько и российские перевозчики могут выработать. И, естественно, поляков, которые привыкли работать на нашем рынке, это не устраивает. То есть польская сторона скорее обеспокоена тем, что преференции, которые у нее были, у нее отбирают? Да, абсолютно верно. Но отбирают не преференции. Возвращаемся к условиям нормального паритета. Но его не было практически никогда, насколько я понимаю. Фактически его никогда не было. То есть мы возвращаемся к тому, чего не было. Видимо, это одна из проблем. Вернуться в точку ноль, которой не было, тут сложно. Которой не было. Которой не было. А потом, давайте будем откровенны, ведь объемы грузоперевозок объективно упали в последнее время. По самым разным причинам, да, между той же Россией и Польшей. Зачем такое огромное количество разрешений? Они физически не нужны. Андрей, скажите, мне приходилось видеть оценки польской стороны. По их подсчетам каждый день простой обходится польскому транспортному сектору в потере, которую они оценивают в полтора миллиона долларов ежедневно. А можно ли понять, сколько теряют российские автоперевозчики от того, что этот транзит через территорию Польши будет закрыт? Сложно эти цифры каким-то образом посчитать. Потому что не так уж и много у нас российских перевозчиков работало транзитом, особенно в последний год, работало транзитом на Европу. Ведь мы не имеем права говорить о том, что полностью остановились грузоперевозки с Европы. Помимо того, что существует, как мы уже говорили, возможности воспользоваться паромом через страны Балтии, еще и существует так называемое разрешение Европейской комиссии Министерства транспорта, ЕКМТ. И они получены российской стороной в достаточно приличном количестве, что дает возможность благополучно пересекать территорию Польши минимум 2-3 тысячам российских автомобилей ежемесячно. Минимум. То есть для критического некого транзита этих разрешений, в принципе, достаточно. Что касается еще обходных путей. Если российский транспортник выбирает путь через страны Прибалтики с использованием прибалтийских паромов через Клайпиду, предположим. Ну, через Клайпиду можно по-всякому ехать. Можно и к Даньскому. Как меняет этот бизнес его рентабельность? Ну, во-первых, это удлиняет маршрут. Во-вторых, сам по себе паром, машина. Потом, да, в общем, в любом случае, да, мы удорожаем на тысячу-1200 долларов за маршрут. Мы удорожаем маршрут. По сути, вдвое. А какова рентабельность вот этого бизнеса? Ну, рентабельность его, на самом деле, на один прогон максимум 30-40%. Если мы добавляем еще столько же, то рентабельности, по сути, нет. То есть, правильно ли я понимаю, Алексей, что транзит через Польшу, если не практически, то практически полностью перекрывается. Экономического смысла в транзите через Паромном тоже нет. Что у нас остается? У нас остается, собственно говоря, основной маршрут, которым идет внешняя торговля Российской Федерации. Контейнерный бизнес. Огромные гигантские контейнерные терминалы Санкт-Петербурга. И гигантские контейнерные терминалы Гамбурга, Бременхафена и Роттердама. Которые ждут своих грузовладельцев для того, чтобы принимать груз хоть польский, хоть немецкий, хоть какой. То есть, для голландцев это будет подарок? Для голландцев это подарок, для немцев это подарок. По сути, внутри себя они разберутся, они доставляют груз в Гамбург, там его контейнеризируют. И за 200-300 долларов отправляют на Петербург. Но вы не упомянули железную дорогу, ее нет? Железные дороги теоретически возможно. Теоретически она есть, но практически она не работает. Для того, чтобы сразу заменить, у нас все организуется маршрутами. То есть, соответственно, делегация трансконтейнера, РЖД должна ехать в польским железным дорогам, к немецким железным дорогам. Это все организовать. Это достаточно монотонное, плюс нужно постоянство. То есть, чем хорош контейнер? Ты можешь морским путем. Ты можешь не каждый день его отправлять. А железная дорога должна иметь маршрут на каждую неделю, либо хотя бы раз в две недели. Для этого нужна регулярность. То есть, большие контракты, как Volkswagen, там идут доставки комплектующих и так далее на Калугу. И хотелось бы обсудить еще вот эти альтернативные варианты транзита с нашим гостем в удаленной студии в отеле Кемпинский Мойка-22. Там находится Владимир Матягин, председатель совета Центра объединения грузоперевозчиков Груз Автотранс. Владимир, добрый день. Слышите ли нас? Здравствуйте. Хотел бы маленькую ремарочку сделать. Не председатель совета, а президент ассоциации уже. Президент? Владимир, мы здесь рассматриваем разные варианты транзита для российских автоперевозчиков, связанные с перекрытием транзита через территорию Польши. С вашей точки зрения, какой из этих вариантов экономически наиболее рентабелен и перспективен? Вот Алексей говорит, что паром делает бизнес нерентабельным. Да, всегда, когда кто-то ругается и кто-то от этого страдает, много что нерентабельного становится. Как говорится, барины дерутся, чубу у холопов трещат. На сегодняшний момент определенная ситуация происходит на рынке. Все-таки частные перевозчики, бизнес становятся заложниками каких-то непонятных недоговоренностей, политических вот этих дрязг. Я считаю, что все-таки польская страна не совсем себя красиво ведет в этой ситуации. Потому что они на сегодняшний момент, получается, монополисты на этом рынке. Европа вроде всегда кричит, что монополия, монополия, Газпром, другие структуры – это плохо. А на сегодняшний момент они сами показывают пример, что когда возможности у России нет через другие страны проводить, через Украину, через Турцию, а одна дорога осталась именно через польскую границу, они себя ведут, ну, такой политический терроризм устраивают, я считаю. Владимир, ну вот с 15 февраля транзит останавливается, и у российских перевозчиков возникает вопрос, а что делаем дальше? С вашей точки зрения, какую позицию займут компании? Либо запаркуются и остановят свой бизнес, либо будут искать какие-то альтернативные варианты, использовать те же самые паромы, переходить, искать варианты с контейнерной перегрузкой? Я думаю, что бизнес-то никто не остановит. Вот, насколько вот я сегодня понимаю, есть у меня определенные источники в Минтрансе, буквально час назад созванивался с теми переговорщиками, которые сегодня ведут переговоры с Польшей. Идет сегодня проработка вопроса через Калининград, через Балтийск, дополнительные паромы запустить, чтобы перевозить российские вот эти транспорт, грузы именно на Германию. Но я думаю, и другие страны, может, прибалтийские, если, конечно, не захотят себя повезти в то же, как Польша, они, может быть, на сегодняшний момент загрузят свои пустующие терминалы, эти паромные, и смогут именно разгрузить как-то вот эту обстановку, сложився тяжелую. Спасибо, Владимир. Напомню, что нашим гостем в отеле Кемпинский мойка-22 был Владимир Матягин, президент Ассоциации грузоавтотранс. И хотел бы еще задать один вопрос Андрею Голубчику, который находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Хаят. Скажите, Андрей, с вашей точки зрения, насколько долго может продлиться вот это противостояние сторон? В прошлый раз оно длилось один месяц, в этот раз оно продлится гораздо дольше. Еще есть один немаловажный нюанс. Польская сторона готова обратиться в Европейскую комиссию для того, чтобы таким образом попытаться отстоять свои интересы. Это поможет или нет? Европейская комиссия может здесь вмешаться? У нее есть какой-то голос? Ну, Европейская комиссия может все, что угодно. Другое дело, что мы совершенно не обязаны признавать решение Европейской комиссии. Это раз. И второе. Наша позиция, позиция России, очень простая. Мы требуем паритета. А поляки настаивают на преимущество. И это вот достаточно серьезная слабость переговорной позиции польской стороны. Я думаю, что еще минимум месяц стороны будут обмениваться любезностями. По итогу обменяются разрешениями, безусловно, обменяются. Вопрос, кто первый дрогнет. Я бы очень не хотел, чтобы в этой ситуации все-таки Россия опять сдала назад. Спасибо, Андрей. Напомню, что нашим гостем в удаленной студии в отеле «Рарат Парк Хаят» был Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли при именэкономразвития. Алексей, ну вот, месяц за месяц тот-то может задержать дыхание и не проснуться. Я думаю, что в силу участников наших переговоров, которых я знаю достаточно давно, как минимум слежу за их деятельностью, по сути, господин Асаул, который возглавляет наши переговоры замминистра транспорта, достаточно, как это, можно сказать, мистернет у них в Минтрансе. Поэтому, соответственно, думаю, что они сдюжат и дождутся, и дотерпят, и дожмут поляков в этой ситуации. То есть у меня такое ощущение, что так и будет. Что в этот раз на самом деле будут терпеть и не моргать до самого конца. Мысла на самом деле нет. Хотелось бы понять, экономически, кто сейчас несет большие потери? Поляки, однозначно поляки, потому что не российские грузовладители... Но тут проблема в том, что у польской стороны больше вариантов для диверсификации своего бизнеса, и их экономика чувствует себя лучше. Нет, в том-то все и дело, что автомобильный бизнес, если он в замкнутом пространстве Евросоюза, это конкурентный, жесткий и достаточно демпингующий друг друга бизнес. Если мы ведем речь уже о международных перевозках за пределы Евросоюза, то тут поляки, по сути, монополисты для Европы. И нам, поскольку нам сейчас не надо ничего везти и оттуда вывозить особо ничего не надо, то есть грузопотока как такового нет, вполне реально... У нас автоматическая экономика... Нет, не в этом дело, просто на самом деле сегодня Скоропорт не везется, фармацевтика вся самолетами летает, электронику и технику мы возим всю Восточную Азию. Нам ничего, ну в данной ситуации от Европы ничего не надо, да, штаны, джинсы, или там французские какие-то платья-духи, все это не страшно, как бы, да, и грузовладельцы потерпят, и на сегодняшний день есть масса вариантов объезда, обхода, еще раз говорю, контейнеры и так далее. Просто в этой ситуации нам нельзя даже думать о том, что мы можем дать слабину, потому что нам это не надо, экономически нам не выгодно. От того, что у нас 2-3 человека ищут работу новую по России, это не страшно. Спасибо, Алексей. Напомню, что нашим гостем в студии был Алексей Безбородов, генеральный директор агентства InfraNews. Вы смотрели программу «Реальная экономика», и я Павел Демидович. Не переключайтесь.